Друзья, привет. Ловите очередной дешманский лайфхак и сколкует за красное дышло. У меня дома такой старенький планшетик Prestige, который в принципе еще отлично работает, но в нем так раздуло батарейку, что даже вот заднюю крышку невозможно уже защелкнуть. Но так его жалко выбрасывать, а ремонт стоит у нас полторы тысячи. Вы решили модернизировать самостоятельно, все же будет интереснее и дешевле. Вот батарейку выкинул, на ее место паял два таких проводочка плюс и минус. Заодно припаял проводочки и на динамик. Поставил более нормальный. Далее в задней крышке сверлим дурочку, в которую у нас должны пролезть все-таки два проводочка. В общем, вот так планшет выглядит уже в сборе. Сзади торчат эти кишки, которым мы будем подключать питание. А запитывать будем от вот таких батареек. Обычных литий-ионых 18650. Для этого нам понадобится вот такая двухместная кровать, которую нужно немножко модернизировать. Так как она рассчитана на последовательное подключение аккумов, а нам нужно параллельное. Для начала мы связываем два проводочка вместе и соединяем. И вот в сборе вся конструкция выглядит таким образом. Две батарейки вставлены в виде, с этой стороны у нас будет плюс, с этой будет минус. То есть в данной конструкции плюс будет у нас черным. Теперь берем напряжометр и проверяем соответственно напряжение. Что у нас дает? Как мы видим, почти 4 вольта. Заодно давайте проверим ампераж на коротком замыкании. Что у нас будет? У нас будет 4 ампера. Нормально. Теперь всю эту конструкцию нужно собрать воедино. Делать мы это будем при помощи двухстороннего скотча. Далее отрываем лишнее. И прилепляем на планшет. Теперь осталось лишь скрутить проводки и проверить всю систему в действии. Вот такая у нас получилась колхозная система. Все соединено, скручено. Первый запуск. Вы будете смеяться, оно заработало. Ждем пока загрузится. Такая вот красота. Вот, все заработало, как мы видим. Во. Осталось только настроить дату и время. И планшет готов к работе. Как видите, просто тупо подсоединим два аккумулятора. Без всяких контроллеров, микросхем вот этих. И все работает. Я не знаю, может это только на моем планшете. Будем так работать на других. За это ничего не могу сказать. Но у меня работает. Плюс еще получили отличный такой упорчик. Очень удобно держать его одной рукой. Получается такая же удобная ручка, как и на фотоаппарате. Держать одно удовольствие. И вот по итогу мы получаем обалденную систему. Которая может целый день играть. Так. Благо не будем играться. Емкость такого аккумулятора в разы превосходит емкость стандартной вот этой плюшки. Которая ставится вовнутрь. Их можно задеть не два. Например, поставить штук 10. По всей длине. Если есть такое желание. Ну, мне кажется, это избыток будет. И стоят они в разы дешевле. То есть, если у нас требуется замену аккумулятора полторы тысячи. То есть, такая батарейка стоит всего лишь 150 рублей. То есть, где батарейки 300 рублей. Ну, плюс 70 рублей кровать. Вот и считайте. Поемкость в два-три раза больше, чем обычная плюшка. Конечно, можно просто запитывать от обыкновенного пауэрбанка. Ну, во-первых, это размеры. Не очень удобно его с собой таскать. Да и все-таки потери энергии идут немалые. То есть, гранда из 3,7 сделать 5 вольт. Потом из 5 вольт опять сделать 3,7. То есть, 35% теряется у нас безвозвратно. Я вот подключил пауэрбанк к планшету. И что мы видим? Заряжается без проблем. Несмотря на то, что нет контроллеров. Теперь выключаем. Оп. И зарядки у нас нет. Также плюс такой системы подключения питания в том, что у нас остается свободным USB-порт. через который при помощи той же кабеля мы можем отключать и юзать хоть флешку или даже USB-модем для 3G-интернета. Так как тут нет 3G, тут вообще нет модуля этого. Только Wi-Fi. Вот видите, сплошные плюсы в таком колхозе. Но если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также загляньте в группу ВКонтакте и на канал Яндекс.Дзен. Там очень много интересных советов, нужных и полезных. Всем чао! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова